Были многочисленные жалобы жителей города Булакова о перевозке сыпучих грузов, бесплогов по дорогам общего пользования с превышением допустимых нормативов перевозки. Поэтому сегодня проводим данное мероприятие. Нами были установлены 6 транспортных средств на вокзальной улице и в первом микрорайоне. В первом микрорайоне это сыпучие грузы, песок. Здесь у нас мы видим мел. Сейчас сотрудник Ространснадзора будет задерживать, отстранять от управления водителя. И мы проследуем на Маянгу, где будет производиться контрольное взвешивание данных транспортных средств. По документам груза только 30 тонн. Да, груза 30 тонн и соответственно отсутствуют еще и документы на сам тягач. То есть их нету этих документов и водительского удостоверения нету у водителя. Сотрудники БДД мы сейчас вызвали их на место, они приехали, был составлен протокол. Он будет также задержан и отстранен от управления транспортным средством. Для выяснения обстоятельств уже есть ли у меня документы или нет вообще на транспортное средство. В первом микрорайоне тоже были у нас тягачи задержаны. Также у нас есть подозрение, что они все с перегрузом. Транспортное средство будет задержано. Ежели документы на груз в полном объеме предоставлены не будут, а пока мы на 5 единиц не видим документов на груз вообще, то на транспортное средство и перевозимый груз у нас будет накладываться арест. Арест может быть осуществлен до двух месяцев. В ходе административного расследования максимальное наказание идет на владельца транспортного средства, кто на данный период времени владеет, либо распоряжается на любом законном основании. Максимальное наказание это 400 тысяч рублей на каждую единицу транспортного средства. Данные изменения, получается, вступили в силу у нас в этом году. То есть теперь наказания на водителей нет, а идет наказание только на владельца.